Уважаемые зрители, не смотрите этот ролик, если вам нет 18 лет. Посмотрите, что со мной сделало это расследование. Просто посмотрите. Я теперь... Я не могу прожить без этого. Кайф. После очень долгого видеомонтажа я так устал, что хотел просто прилечь отдохнуть. Я заснул. Но во сне мне пришло это. Я сразу подскочил и полез в гугл, чтобы найти хоть какую-то информацию о том, что я увидел. Я искал дни, часы, минуты. А когда я нашел, я не мог поверить своим глазам. Это был очень старый форум. И человек видел то же самое, что видел я. Я начал читать. А когда читал, мне стало интересно, что же дальше. И я нажал читать далее. И это стало моей самой большой ошибкой. Я попал будто бы в Зазеркалье. И вот что мне поведали там. Даркстир, настоящее имя которого Ишкарах. Ишкарах, родом из таинственного измерения под названием Вэйл. Вэйл это царство теней и иллюзий, где физические законы отличаются от нашего мира. В Вэйле время течет иначе, и одно мгновение может растянуться на века. Ишкарах был одним из самых мудрых и уважаемых существ в своем мире, известный своими глубокими знаниями о природе, материи и энергии. Послушайте описание Вэйла от самого Ишкарааха. Представьте себе мир, где каждый шаг вызывает волны света и тени, а воздух наполнен шепотом тысячи голосов. Вэйл это место, где реальность и иллюзии перевлетаются, создавая постоянно меняющийся пейзаж. Дома из эфемерных материалов, мосты, которые исчезают под ногами, и жители, обладающие способностью к телепатии. Это именно то, что мне причудилось во сне. Я проснулся и понял, что я и есть Ишкараах, и получил видение от Духа Вэйла. В этом видении мне было показано, что миры за пределами Вэйла находятся на грани катастрофы из-за хаоса и войны. Духи величественные и могущественные существа предсказали, что если я не вмешаюсь, баланс между светом и тьмой будет нарушен, и множество миров погибнет. Я понимал, что эта миссия будет опасной и полной испытаний, но я не мог отказаться от своего предназначения. Оставив свой дом и своих близких, я отправился в путь, переполняемый решимостью и уверенностью своей миссии. Пересекая границы измерений, я оказался в мире Дота-2. Этот переход был нелегким. Каждое измерение имело свои собственные законы, и мне пришлось преодолеть множество препятствий, чтобы адаптироваться к новому окружению. В этом новом мире я принял имя Драксир, и обнаружил, что этот мир разделен на два лагеря, света и тьмы, и каждый из них имеет своих могущественных воинов. Я понял, что моя миссия будет заключаться в том, чтобы объединить этих воинов и предотвратить надвигающиеся катастрофы. Я начал искать союзников, чтобы реализовать свой план по восстановлению равновесия. В поисках информации и поддержки столкнулся с различными героями этого мира, каждый из которых имел свою собственную историю и цель. Одним из ключевых инструментов стала секретная технология Стена Реплик. Эта Стена могла не только создавать копии врагов, но и показывать их истинную сущность. Стена Реплик — это не просто иллюзия. Она создана из чистой энергии Вейла, способной проникать в глубины сознания и выявлять скрытые мотивы. Копии, созданные этой Стеной, не просто физические дупликаты, но и отражения истинных намеренных их оригиналов. История Дарксира — это история мудрости и стремления к гармонии. Несмотря на все препятствия, он продолжает свою миссию, веря, что однажды все миры обретут равновесие. Возможно, эта легенда навсегда останется в тени, но те, кто узнают ее, смогут понять истинное значение этой миссии. Каждый из нас — часть великой схемы, и только объединившись, мы сможем достичь истинного равновесия. Не бойтесь искать правду в себе и в других. Да, бля, горе не беда. Это получилось, конечно, не то, что хотелось, но забавно как бы у меня получилось. Такой хуйни я еще не делал. Ну, че хотел создать Toyota? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и, блин, ну 20 баксов за нейронку, вы че, совсем что ли? Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...